Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Янина. И сегодня мы с вами посмотрим прекрасную колоду True Black Tarot, автор колоды Артур Лонг с его прекрасной женой-помощницей Элли. И я поделюсь кое-каким своим опытом, своими впечатлениями от этой колоды. Давно хочу записать обзор, но все никак не получалось собраться. Колода у меня это зимы. Я ее хотела очень давно. И я вам постараюсь поделиться уже каким-то своим наработанным опытом и отзывами от клиентов по поводу этой колоды и о том, как она работает. Сразу оговорюсь, что колода не для новичков. Для новичков она может быть сложновата. В ней нет нумерации, в ней нет порядковости. Но в целом вы все равно можете попробовать, если вам колода понравилась. Я лично влюбилась в нее с первого взгляда, как только я ее увидела на сайте. Очень давно хотела. И зимой мне вот преподнесли такой подарок. Пришла она мне в коробочке. Сразу скажу, берите оригинал, потому что не оригинал этой колоды совершенно не имеет никакого, так скажем, ни эстетического веса, ни, наверное, практического. Но, может быть, реплика, конечно, и будет работать, потому что изображение и символика карт достаточно интересное и красивое. Но, тем не менее, я не вижу смысла брать реплику, так как автор сделал колоду настолько уникальной, приятной и тактильной, ее приятно трогать и в работе, что от реплики вы, скорее всего, получите просто негативные впечатления. Значит, колода, это может быть заказано из нескольких стран, в том числе, я помню, из США, из каких-то европейских регионов. В Барселоне тогда у меня колоды не было. Мне пришла колода из Финляндии. То есть у меня вот финская. Как бы нельзя почему-то заказывать из других стран. Ну, видимо, это имеет место с доставками, поставками. То есть у меня именно пришла колода из Финляндии. Цену вы видите. То есть с небольшой завышенной ценой. Ну и я, на самом деле, очень довольна, не очень впечатлена. То есть это вообще ни в коем случае не ошибка. Действительно, колода очень уникальная. Значит, вот такой красивой коробочке. Мы здесь открываем. Такие очень красивые карты. Мне не очень, может быть, удобно вытаскивать. И мы вытаскиваем коробочку. Она достаточно плотная, хорошо сделана. То есть будет служить долго. И у нас здесь карты, вы видите. И книжечка. Книжечка. Сейчас я обо всем немножко проговорю. Зачастую мне иногда пишут вопросы, почему я не рассказываю что-то про книжку, не показываю там вот это МКБ и так далее. Ну, зачастую авторы, во-первых, не всегда прикладывают книгу с каким-то своим видением. Не всегда это имеет действительно какое-то значение, поскольку за основы обычно берутся классические значения карт по Артуру Эйту, по Марсельской системе, по Дару Кроули. И зачастую авторы смешивают эти системы между собой. Вы можете посмотреть мое видео, где я рассказывала, зачем столько Таро-колод, Тарологу, зачем они вообще существуют и для чего стоит покупать разные Таро-колоды. То есть это инструмент. Это инструмент. Вы же не спрашиваете, зачем хирург берет толстый скальпель или, может быть, более миниатюрный для каких-то микрохирургических работ и так далее. Каждый профессионал, он имеет свой инструмент, свои наработки, свой опыт. И здесь, ну, если вы новичок, лучше ограничиться, конечно, теми колодами, какими-то классическими, чтобы, во-первых, не путаться в символике, либо те, которые вам нравятся. Но здесь надо быть аккуратно и хорошо, если у вас учитель, который вам подскажет, чтобы колода вас не отжирала, чтобы она с вами общалась. И много-много-много очень моментов и деталей. Значит, что касательно МКБ. Если я открываю книжечку и вижу, что автор, ну, ничего совершенно сюда не написал своего, что достаточно печально. Все-таки автор работал над колодой. Предполагается, что он по-своему как-то увидел колоду. Но если в МКБ мы видим только отрывки каких-то ключевых фраз, то пересказывать, ну, во-первых, я не вижу в этом никакого смысла. Во-вторых, если вы все-таки как-то изучали вторую систему, вы спокойно можете найти это и в интернете, и самостоятельно прочитать эту книжечку. Зачастую хорошо добросовестно сделанные колоды, как вот эта, да? Здесь автор описывает символику. То, во-первых, он не берет никакие здесь стандартные значения. Да, он опирается на стандартные значения карт, безусловно. То есть второе – это такая система, которая уже, ну, не первый год работает. У нее есть малые арканы, есть старшие арканы, есть арканы дворов, представители двора. И часто авторы либо их как-то комбинируют, либо вносят свои какие-то изменения, тени и так далее. И хорошо, если они писают это маленькой своей книжечкой, так скажем. Что и как, почему, чтобы человек, который гадает, он смог открыть и увидеть, во-первых, почему автор решил изобразить так. Почему он увидел, в чем он увидел символику. Потому что у каждого у нас набор символов, он свой, разный. Может быть, вы что-то узнаете для себя новое. Есть очень интересные НКБ, и, интересно, авторы пишут, делятся своими знаниями. Если автор не делится своими знаниями, то, значит, вам придется самостоятельно прорабатывать эту колоду и понимать это как своему, либо искать это где-то в группах, в обучениях и так далее. Но зачастую, так как Таро-система существует не первый год, то обычно Таро берет в руки инструмент, смотрит на него, смотрит, нравится ли ему изображение, легко ли они считываются, пробует в работе и уже, так скажем, нарабатывает свой опыт, свои отзывы, как, собственно, например, делаю я. Если же вы гадаете, только опираясь на книжечку, ну, это достаточно печальная ситуация, это очень, значит, вы на каком-то очень неправильном пути, если вы гадаете по книжечке. Зачем тогда колода? Вы можете просто открыть любую страничку и прочитать вот этих 10 слов. Ну, это не гадание, безусловно. То есть книжечка – это подспорье, это какие-то подсказки. И в том числе к новым колодам авторы лишь дают свои какие-то ключевые значения в том или ином формате, как они этот вид понимают. Вот данное МКБ очень шикарное, потому что здесь автор. Я тоже не буду на этом останавливаться. Еще раз, у нас не курс обучения по Таро. Я вам даю обзор, свой личный опыт мой, общение с колодой, то, как она себе показала, что мне понравилось, что мне не понравилось. Ну, я не могу здесь в одном обзоре вам прочитать значение всех карт, открыть, ну, бесконечное количество часов и лет, и это уже, если вы придете обучаться, я с удовольствием вам расскажу про каждую карту, все, что вы пожелаете. Но в данном обзоре я лишь могу только сказать, что автор здесь показывает, почему он выбирает символику, как он использует изображение, магию жестов. Вот здесь, например, у него маг, он показывает вот такой жест, то есть вверх и вниз, два пальца указательные и средние, и они соединяются. То есть то, что он маг, этот управляет стихиями, что он владеет и вверху, что вверху, то и снаружи, то и внизу, владеет всеми стихиями. Ну, мы сейчас до этого и дойдет. Он объясняет здесь, он не берет здесь никакие стандартные значения, он объясняет здесь маг по-своему, как он это видит, и также дает какие-то пометки, что он этим подразумевает. Но в целом здесь пересекаются, да, у нас классические какие-то понятия карт, некоторые не пересекаются. Здесь надо самостоятельно изучать, но достаточно интересно, познавательно, достаточно необычно. И вот даются даже вот здесь какие-то сводки, сводки исторические, сводки документальные, то, на что опирался автор, когда он создавал эту колоду, что он использовал, какие значения, какие знания, и что он этим подразумевал. То есть это МКБ имеет в себе хорошую информацию, знания, которыми автор поделился. Очень приятно трогать, такое матовое достаточно покрытие, ну, просто шикарное, сплошное удовольствие. Дальше, колода. Колода у нас замечательная, но поскольку у меня руки маленькие, то у меня достаточно она такая большая. Но я люблю достаточно такие плотные, толстые карты. Кто-то у меня писал под вопросами, что вот у вас такие толстые карты. Я специально выбираю всегда толстые карты. Я не люблю тонкие карты, хотя у меня есть одна колода с очень, даже не одна, с очень тонкими и низкокачественной печатью, но тем не менее, я ей все равно пользуюсь, потому что она тоже работает хорошо. Но я люблю хорошую, качественную, сделанную работу. То есть я не понимаю, почему колоды стоят каких-то безумных денег, но на печать и на качественную краску денег не хватает. Бывает так, что действительно ты покупаешь колоду не очень дешево, совсем не дешево. То есть одно дело, если вот я вам делала обзор по оракулу полнолуния, колода стоила что-то 200-300 рублей, ну и качество намного превосходит того, что свою цену. Другое дело, если ты платишь 5000 рублей и получаешь непрокрашенные карты, некачественную печать, что это какое-то мнется, неприятно работать. То есть, ну вот, не знаю, почему такая тенденция. Здесь же автор соответствует, да. То есть здесь приятно пользоваться. Каждая колода, она имеет матовое покрытие. Очень приятное. То есть оно не цепляется. Почему я говорю вам не брать реплику? Реплика будет сделана из тонкого картона, из дешевого картона. Кое-когда изображение они перелезали. Но здесь автор использует и матовое покрытие, и какое-то украшение каждой карты. То есть этого не будет, стоит это учесть. То есть здесь определенные цвета, определенное включение. Но здесь вот ты берешь карты, и ты видишь, что это, ну, просто этим прекрасно пользоваться. Через нее идет чистая информация, не загрязненная информация, чистые значения без всякого, без всякого какой-то грязи и левой. Поэтому я вам рекомендую, если вы заинтересовали, все-таки брать оригинал. Ну, поскольку вы не пожалеете. То есть это вот тот оригинал, который действительно стоит своих денег. И автор вложил в него свою какую-то индивидуальную, необычную, так скажем, и дизайн. И вы видите, да, то есть карты, они вот вообще, они как необычные карты, они вот, ну, как пластины. То есть, ну, конечно, если вам такое откликается. То есть для моих вот маленьких рук, может быть, конечно, неудобно ее перемешивать, но тем не менее все равно удобно пользоваться, удобно, можно, в принципе, вот менять как-то расположение. То есть колода очень удобно ложится в руку, никуда ничто не выпадает и прекрасно раскладывается. И сейчас мы с вами посмотрим характеристики каждой карты. И я сейчас их разобью немного, чтобы нам было удобней. Уберу младшие арканы, и мы с вами сначала посмотрим старшие арканы. Значит, первая карта – это черная карта. Ну, вы можете убирать ее из раскладов, но я в последнее время начала чаще все-таки брать в расклады черную карту. Я заряжаю ее под значение, которое нужно мне. У меня зачастую она говорит это либо у человека все открыто или и открыто, либо если информация не идет и закрывается, ну, значит, высшие силы не дают ему никакой помощи. Зачастую все-таки она у меня идет как положительное значение. Ну, это просто черная карта, вы можете зарядить ее под любое значение. У меня это значение положительное, что перед человеком нет преград, что у него идет какая-то кармическая ситуация. Это просто карта здесь с рубашкой. Дальше. Дурак. Совершенно прекрасное изображение, совершенно прекрасная карта. Здесь такой малышок. Я еще постараюсь вам показывать блики света дневного, как автор изобразил. То есть здесь такой маленький человечек с бабочкой на лице, с крылышками, куда-то он идет. Дальше маг, да, про жест, который мы с вами только что прочитали в книжке. Управитель стихии. Астрономическое значение вверху. Земля внизу, огонь, то есть все стихии, и он повелевает всеми этими стихиями. Жрица. Обратите внимание, что в старших арканах, почему я бы сказала, что колода не для новичка. Но если вы только знакомитесь с арканами Таро, для вас может быть очень сложно понять, что он жрица, жрица. Ой, что это такое? Где это? Какой это номер? То есть здесь автор не показывает ни номера, ничего. То есть здесь просто дается символизм. Но вы можете все равно использовать ее в оракульном значении, потому что карты, ну, легко достаточно читаются. Здесь нет какой-то замудренной символики, перегруженности. То есть все достаточно ясно и понятно, на мой взгляд. Императрица. Дальше император. Иерафант. Влюбленные. Связаны нитью. Каждый из них держит ини-янь. Колесница. Так, изображена достаточно необычно, на мой взгляд. Сразу видно, что карта победы. Сила. Какая шикарная сила здесь. Посмотрите, какая змея. Рубашка тоже переливается. Это все в гармонии. Отшельник. Судьба. Или колесо фортуны. Очень магическая колода. Вы видите, что она не настолько здесь дает какие-то бытовые символики, а достаточно духовно-эстетическая. То есть даже вот, ну вот, справедливость. Казалось бы, голое тело. Но здесь нет именно акцента на этом. То есть это очень эстетично изображено. Мышечная справедливость. Без лица. Без маски какой-то. То есть чистая справедливость. Правосудие. Повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Очень интересный дьявол. Многорукий ангел. Держит за ниточки некие тени. Башня. Интересная башня, как здесь и леса внизу, и тело расколото наполовину. То есть здесь вот, видите, подача, как вот дух и тело. И это все единое. Не просто там какая-то башня, а как внутренняя башня. Преобразование внутренней силы. Ну, чем эзотерики часто и занимаются. Развитиями, медитацией, проработкой различных энергетических центров. То есть здесь вот больше про духовные практики. С точки зрения духовных практиков. Я вижу эту колоду. Звезда. Луна очень красивая, очень контрастно, ярко изображена. Указывает путь. Солнце. Центр внимания. Подсвечивает возможности. Суд. Мир. Еще одна карта, которую добавляет автор, это ребенок со змеей. Ну, и объясняет он это как цикличность процессов. Ну, и неудивительно. Если вы когда-то будете заниматься и проходить прорабатывание арканов, и проходить такие практики, как путь дурака и так далее, то, пройдя свой путь до мира, вы снова оказываетесь здесь, в режиме зачатия. То есть растете. Змея. Это как кундалини. Идет новый виток. И заново вы начинаете свой путь с дурака. Это были старшие арканы. Шикарные. Дальше мы переходим к масти мечей. Младший аркан и автор здесь не стал выделять вот такими красивыми, какими-то символическими деталями. То есть изображения полностью матовые. Да, сама карта, она бликует немножко. Но они полностью матовые. Но я не думаю, что это какая-то аж... Хотя, конечно, жаль. Мог бы тоже сделать нам красивые младшие арканы. Ну, ладно. Значит, если мы смотрим с вами мечи, то есть двойка мечей, то есть достаточно, в принципе, стандартное символическое значение. Тройка. Да, сердце с тремя кинжалами. Четверка. Может быть, немножко необычная четверка для мечей, но так или иначе. Пятерка. Но здесь уже серп. Здесь уже серп. Злой и агрессивный. Шестерка. И тоже здесь есть небольшие кораблики. Даже где-то внизу. Такой дым, туман, немного запутанность. Смотрите. Семерка мечей. И здесь у нас изображен Крис. Изображен Крис. Это магические мечи, магические кинжалы. Ну, здесь он действительно явно, что видно, изображен Крис. И автор тоже про это говорит. Очевидно, что хоть и есть какие-то там враги, мыши, что-то еще. Здесь вот как осознание. И больше идет здесь карта все-таки положительным значением. Больше открывает каких-то возможностей, силы, тайные силы. Но в том числе могут быть и силы, которые действуют против человека. Восьмерка мечей. Девятка. Ну, здесь не то, что страх, а страх он победил, победил человека. Десятка. Десятка больше здесь тоже как победа. Либо ты победишь, либо тебя победят. В некоторых системах, во французских, десятка имеет значение как высшей позиции. В данном случае здесь у меня выпадало на значение человека высшей позиции. Но через сильную борьбу, через сильную конкуренцию, через сильные испытания. Паш мечей. Рыцарь. Королева. Пока мы смотрим с вами арканы. Мне хотелось бы тоже уже добавить какой-то информации по своей работе с этой колодой. Колода шикарно откликается. Через нее идет невероятно чистая информация. Через нее приходят очень мельчайшие детали. То есть это вот та колода, которая сделана очень качественно, очень чистой. Что тебе не приходят какие-то ментальные грязные мысли автора. Или какие-то другие посторонние мысли. Она не играется. То есть она очень четко сделана, очень четко продумана автором, что приходит информация в чистом виде. Хотя никакой вот там замудренности нет. Но приходят очень интересные детали. То есть она вот подсвечивает именно то же самое необходимое. То есть вот автор, он молодец. Он создал, вот смотрите, темный фон. Ну не все любят темные цвета, но я люблю темные цвета. И очень яркий контраст. То есть убирается лишнее и подсвечивается конкретная какая-то деталь. Да, тут можно вытаскивать много-много-много, но нет вот этой шелухи. Зачастую вот картон налепит какими-то изображениями, то все, она вся ляпистая. И приходит все подряд, и приходится просто там выкапывать кучу всего, чтобы добиться прямого ответа. Здесь же такого нет. Что мне очень понравилось. То есть вот именно игра вот этих контрастов, грамотно подобранных цветов. Как это важно. Девятка у нас. Мы посмотрим с вами масти пентаклей. Золотые яблоки. Паш хватает с дерева. Работать можно на любую тему с этой колодой. Я делала расклады на работу, на карьеру, на магический негатив, на страхи, на выбор, на отношения. И прекрасно колода везде отвечает. Ну, конечно же, кто у меня брал какие-то расклады, они знают, что я зачастую работаю с несколькими колодами, чтобы что-то подсветить дополнительно, если человека волнует больше эмоциональная составляющая. То есть я не могу сказать, что данная колода эмоциональна. Нет, она не эмоциональна. Она дает очень чистую и очень четкую информацию. Особенно вот масть кубков. Обратите внимание, какая она... Какая кристально чистая информация идет от карты. То есть двое кубков, сломанная стрела. То есть вроде вместе два кубка побыли, но как-то вместе они не очень-то закрепились. Тройка, просто шикарная четверка. Какая красивая карта. То есть ты просто работаешь и понимаешь, что это тиферет, это красота, это гармония. Вот что это такое. С какой любовью автор подходил к созданию, не просто там тяп-ляп как-то. А вот именно даже вот самые негативные карты, они настолько эстетично и красиво проработаны, что остается только восхищаться. Медуза и восьмерка кубков. Медуза, да, вот такая красивая. То есть восьмерка, как часто ее некрасиво изображают. А здесь вот смотрите, подводный мир. Медуза куда-то идет, смотрит, чтобы ее не поймали вот эти вот кубки. Девятка, лисица здесь красивая, белая, альбинос, необычность. Десятка. Аш. Рыцарь. Король здесь в ракушке сидит. И туз, как просто источник энергии, источник воды, источник информации бесконечной. Мощь. Дальше у нас остается с вами мать жезлов. Ну, здесь немножко автор взял не то, что как бы жезлы, а как источник, источник энергии, источник души, частицу души. Феникс четверкий, смотрите, какой красивый. Девятка. Но здесь волк весь израненный, замученный. И десятки вообще что-то здесь непонятное. Здесь еще каждый, каждый, вы можете заметить, каждая стихия обладает своим каким-то характером. В данном случае жезлы, ну, более здесь агрессивные, защищающиеся, например, мечи. Ну, тоже частично, конечно, агрессивные. Понятно, что карты двора не могут здесь быть положительными, но показывают здесь больше каких-то внутреннюю силу. Кубки какие красивые. Ну, вот такая была шикарная колода. Я надеюсь, что вам понравился этот обзор, что он был полезен. Рекомендую вам при возможности приобрести эту колоду для себя. Ну, или, я надеюсь, что вам понравился мой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментарии. Если вы хотите записаться на расклад, то ссылки на мои контакты можно найти в описании под видео. Если у вас есть эта колода, то уже делитесь своими впечатлениями, как она вам, понравилась ли она вам, как вам с ней работается. Но, честно говоря, я вот давно лично для себя не получала такого качественного инструмента, от которого я была бы в восторге. Действительно в восторге. То есть, настолько он просто производит очень шикарное впечатление. Ну, на этом я с вами прощаюсь. И до скорых встреч. Продолжение следует...